Оливии Добровской было всего три года, когда она снялась в культовом фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Именно она, кучерявая девочка в красном пальто, стала единственным ярким пятном в черно-белой картине, символом невинных жертв, и по сюжету, как раз после ее появления, Оскар Шиндлер принял решение спасать евреев во время Второй мировой войны. Сегодня Оливии 32, она живет в польском Кракове и уже больше месяца сама занимается спасением людей. Бывшая актриса, а теперь копирайтер, волонтерит. Девушка признается, новость о том, что в Украине началась война, стала для нее настоящим шоком. Она не могла поверить, что это происходит не в кино, а в реальном современном мире. В первые дни у меня периодически случались панические атаки, и я очень испугалась. Это очень меня зацепило. Я считаю, что в 21-м столетии это совершенно недопустимо. Но после чувства страха пришло понимание — нужно действовать. Оливия начала помогать украинским беженцам на польской границе. Сначала вместе со своей мамой она занималась перемещением людей. У меня нет водительских прав, у мамы есть. Поэтому я попросила ее, мы можем поехать на границу, чтобы перевозить людей. И она сказала, конечно, я готова, давай это делать. А дальше хваталась за все, что могла, лишь бы быть полезной. Людям нужно жилье, очень много жилья. Им нужно решать вопросы с документами. Им нужна еда, одежда, особенно деткам. Их огромное количество. По статистике, более 50% беженцев — это дети. Я просто не могу в это поверить. До глубины души Оливию цепляют истории украинцев, которые вынужденно покинули свои дома. Там была 93-летняя бабушка. Она с трудом ходила. И она добиралась 40 часов. Она пережила такой стресс, но все равно улыбалась. Мне кажется, я никогда не забуду ни одного человека, ни одну историю. Они останутся со мной навсегда. Слушая рассказы украинцев, говоря о войне в Украине, она старается не плакать. Но получается не всегда. Слезы сдерживать сложно. Мне так жаль этих людей. Это так несправедливо. В их глазах такой страх, такая пустота. Чаще всего они потерянные. Я понимаю, что даже если в моей жизни произойдет очень плохая ситуация, даже если моя жизнь... Извините. Извините. Это очень тяжело. В моей жизни не будет такой трагедии, как у них. Именно поэтому я хочу помочь им всем. Хочу сделать все, что могу. Оливия говорит, она будет поддерживать украинцев до последнего и будет волонтером, пока российское вторжение не прекратится. Я хочу стать символом изменений, символом надежды. Чтобы жертвы понимали, всегда есть люди, которые им помогут. Только теперь я девочка, у которой не красное пальто, а волонтерская куртка. И эта куртка будет для меня символом надежды. Я верю, что все будет хорошо. Я верю в это.